Я точно знаю, что на постсоветском пространстве разрушение специального русского языка в системе среднего образования – это подготовка к превращению людей, которые будут потом воевать с нами. Давай вернемся в фразу, которую ты сказал «русский мировой язык», и что мы принялись учить чужие языки вместо того, чтобы переводить. Заметь, что такое перевод? Это система реферативных журналов и неона. Когда любая сколь-либо значимая научная новинка немедленно переводится на русский и кладется в место, доступное для широкой публики, чтобы человек, даже не зная английского, испанского или какого-то языка, на котором это открытие было сделано, мог быстро получить к ней доступ. То есть это инфраструктурное благо, свойственное развитой цивилизации, развитой системе, которая таким образом строит свои окна во внешний мир. Как раз когда твоя среда, твои институты таких окон не строят, единственный способ для тебя, будучи профессионалом в какой-то сфере, быть в курсе, что тебе необходимо, просто жизненно необходимо вот этих всех новинок, это, конечно же, учить языки. Разумеется, более того, на определенной стадии это все равно приходится делать, необходимо просто всем. Но здесь одно дело, когда ты один такой, а другое дело, когда это вот прямо широкой прослойке становится доступно. И выясняется это короче, да, в чем суть моего длинного спича, что когда они, там, украинцы, казахи, грузины, кто хочешь, да, прибалты, выкинули у себя русский, их собственный язык не стал. Он не может стать. Да, у него нет вот этой вот гравитации, у него нет вот этой мощи, не стал инструментом для именно полноценной самореализации своего носителя. То есть, хочешь, не хочешь, на определенной стадии, просто хочешь карьеры, да, хочешь, там, образование, знаний, да, хочешь даже просто денег, да, роста, ну, бизнеса, ты вынужден учить английский. И, соответственно, общество, устроенное таким образом, разделяется на две части. На тех, кто учит английский, знает английский, а в идеале вообще с детства его учил, потому что учился в особой специальной школе с хорошими учителями, где ему это дали. И на всех остальных, у которых, в принципе, шансов в жизни немного. Ну, то есть, получается, язык элиты у нас сформировал. Да, язык элиты везде английский, он пропуск в большой этот самый глобальный мир. И вот как раз модель, формирующаяся везде, включая, кажется, даже и нас, ну, то есть, в той мере, в которой мы сдали позиции мирового языка, утратили вот эти окна в мир, когда, там, ведь вопрос же не в том, чтобы была русская литература, а в том, чтобы была русская физика, русская электроника. Переводить на это все. Да, 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 вот это все, да, русские алгоритмические языки, там, и далее везде. Вот, если этого нет, мы уже не в полной мере мировой язык. Ну, мировой язык, он же должен охватывать, я сейчас боюсь соврать, там, 75 или 80 процентов, как бы, мирового знания. И только тогда он становится. У мирового языка должен быть развитый аппарат и огромный словарный запас, чего не хватает, у национальных языков в том числе. И, самое главное, мировые языки, они же пересекаются. Ну, вот, если говорить с точки зрения, так, знаешь, пусконно-славянской позиции, такой, прям, вот, займем, такой вот, такую пусконную, то, конечно же, белорусский, украинский, они ближе к, ну, такому праславянскому языку, который был, ну, вот. А еще ближе польский с чешским, которые, когда строились, они... Ну, словацкий тогда, скажем, самый такой, он в Карпатах самый такой спрятался. Чешский даже больше, объясняйте, знаешь, почему? Потому что он искусственный же, его же там капитарша Фариком, по сути, из небытия восстанавливали в XIX веке. И они его восстанавливали путем во многом искусственной словенизации разных немецких понятий. И там есть правило, ну, то есть то, что мы спокойно берем и используем какое-нибудь там слово с английским, французским или немецким корнем, у них довольно жесткое было правило обязательно корень вставлять свой. По количеству, по корням они, конечно, гораздо более славянские, чем наш русский. Ну, вот.